Среди раскопок виднеется неровное, вымощенное камнями дорожное полотно. Археологи предполагают, что этот участок античной магистрали построили еще в III-IV веке до н.э. А ездили по нему до эпохи Средневековья. Говорят, по этому направлению к своим сельскохозяйственным участкам добирались греки, жители Херсонеса. Они собирали ценный урожай и по этой же дороге перевозили в город на обработку. А сейчас на участке недалеко от инженерной школы работают практикующие археологи и набираются опыта студенты. С июня здесь раскопали 40 метров древней дороги. Ученые обнаружили не только ограждавшие ее стены и само полотно, но и другие находки. Для нас интересно все, начиная от этих камней, которые вы видите прямо перед собой. Позволяют они рассказать про структуру кладки древней дороги, про саму систему вот этой инженерной магистрали. Ну и заканчивая керамическими фрагментами от древних сосудов, по ним мы можем судить, кто и когда здесь ездил, в какое время. Ну и одна из самых таких ярких находок за этот сезон – небольшое серебряное колечко, уже относящееся к позднему средневекованию, а возможно к новому времени. Участок раскопок – только часть древней многокилометровой дороги. Предыдущие исследования местности показали, что рядом с ней были некрополи и виноградные плантации. Полноценную картину ученым помогают восстановить студенты из нескольких регионов России. В этом году в Севастополь впервые приехали участники проекта «Школа волонтеров наследия». Они высаживают растения, учатся работать на раскопках и обрисовывают находки на бумаге. В общем, постигают будущую профессию на практике. В данный момент мы откапываем камни, где примерно проходила древняя дорога. Наша задача состоит в том, чтобы их оголить, убрать лишнюю землю, чтобы были видны камни. Дальше вглубь не идем, потому что будут просто земля. Работать с такой древностью – это большая честь для нас. Мы с девочками псковскими решили побороться с мальчиками и завалить одну из бровок, перегородок. Мы работали кирочками, лопатами, и у нас это получилось. А мы этим гордимся. При поддержке волонтеров сотрудники Херсонеса Таврического проводят археологические изыскания, которые помогают в благоустройстве античного проспекта и территории перед строящимся фондохранилищем музея-заповедника. В нем планируют не только хранить научные документы. Для всех желающих будут открыты выставочно-экспозиционные площадки и конференц-зал. Здание строят на протяжении двух лет, а в следующем году планируют завершить работы. По проекту строительства фондохранилища к нему должен быть подъезд со стороны античного проспекта. Поэтому несколько метров древней дороги законсервируют, засыпят подготовленным грунтом и заасфальтируют. Таким образом рабочие обеспечат сохранность исторического объекта. В этом месте дорога наиболее пострадала. С одной стороны стена ограда еще не видна, хотя на этом же уровне в противоположной части она есть. Остальную часть античной дороги музеифицируют, то есть обеспечат наиболее оптимальные условия для сохранения древней находки. Вот этот участок, на котором сейчас трудятся ребята, это всего лишь малая часть античной дороги. Далее мы приступим к разработке проектно-сметной документации по разработке всей античной дороги, для того, чтобы создать здесь некую историческую зону, такую историческую зону променад, которая будет вести непосредственно к фондохранилищу и подготавливать всех гостей к тому, что они смогут увидеть в залах фондохранилища. Всего до конца октября на раскопках будут работать четыре смены волонтеров. В первой группе 46 студентов из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Хабаровска. Каждый студент получит удостоверение Всероссийского общества охраны памятников истории и искусства, а также статус реставратора каменного зодчества.